Церемония подписания договора между администрацией городского округа и руководством гуманитарно-социального института. О проведении практики студентов прошла в Люберцах. Что получат будущие специалисты и какие профессии освоят, далее в сюжете. Уже в ноябре этого года в здании администрации городского округа Люберцы 100 студентов гуманитарно-социального института будут проходить практику по профессиям менеджмент и муниципально-государственное управление. О прохождении студентами практики своими подписями скрепили деловой союз глава округа Владимир Ружицкий и ректор института Людмила Логинова. Как отметил глава, в стенах администрации ребята получат бесценный практический опыт, навыки и знания, которые, безусловно, пригодятся им в будущей работе. Те, кто начинает работать с АЗО, внизу, не важно, это муниципалитет, возможно, какие-то предприятия, и даже неплохо кто-то поработал на предприятии, а потом перешел работать в муниципальные структуры, в государственные. Это другой опыт, и у таких людей, повторяю, как правило, все получается. Кроме того, у ребят есть возможность влиться в штат, но это только в том случае, если практика будет пройдена на отлично, а также если студент зарекомендует себя с лучшей стороны. Как отметила Людмила Логинова, у ребят есть все шансы, ведь они получают знания у высококвалифицированных педагогов, большая часть из которых доктора, кандидаты наук и академики. Я хочу от лица всех сидящих в зале заверить руководство нашего Беретского городского округа в том, что студенты не подведут, и мы, профессорский преподавательский состав, отвечаем за качество образования, и мы не подведем. На сегодняшний день в ГСАИ обучается около тысячи человек. Ребята осваивают такие направления, как государственное и муниципальное управление, психолого-педагогическое образование, юриспруденция, земельно-имущественное отношение, право и организация социального обеспечения, а также финансы. На церемонии также присутствовали и сами учащиеся. Студентка Снежана Шарапкова от лица всех ребят также присоединилась к беседе. При вашей помощи и поддержке администрации города и другие муниципальные учреждения округа скоро в своих стенах увидят квалифицированных специалистов в лицах наших студентов. Спасибо. Напомним, данная практика проходит не впервые. Как отметил Владимир Ружицкий, сотрудники администрации планируют принимать ежегодно более 70 студентов. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.